Привет! С вами Дмитрий Слепцов. В этом видео поговорим о фондовом рынке и ICO. Казалось бы, двух несвязанных понятиях. На фондовом рынке мы, в принципе, изначально ждем роста. То есть, если вы инвестируете на фондовом рынке, то, скорее всего, вы хотите купить акции, которые в долгосрочной перспективе вырастут. Я сам работаю на фондовом рынке, на фьючерсном рынке. На срочном, лучше сказать, фьючерс, опционы. И вполне понимаю эту идеологию. Она, так скажем, естественна для этого рынка. И вот когда смотришь на показатели текущих движений по индексу РТС, то возникает вопрос. А, собственно, где эти движения восходящие, которые мы так ждем? То есть, допустим, я анализировал уже непосредственно 2017 год. Вот, смотрю. Начало 2017 года. Индекс РТС. Область. 1150-1160 пунктов. 2018 год. Вот мы здесь закончили. Вот этот рост, который мы видим, это уже рост 2018 года. То есть, за 2017 год мы фактически начали вот здесь, закончили вот здесь. То есть, потоптались около нуля. Понятное дело, что какие-то бумаги выросли. Понятное дело, что идет влияние доллара. Но в целом, прямо уж такого супер роста не видно. Потом смотришь на тот же самый эфир, например. Видишь картину уже несколько иную. 2017 год. Порядка 10 долларов. Цена начала. Вот если мы посмотрим цены закрытия вот здесь. в начале 2017 года. Вон, закрытие там 8-10. И текущая цена 1169. Ну, а в принципе, вот 2017 закончился. Вот у нас идет 1-1-18. Ну, вот по сути, вот можно сказать, что конец года. Или вот здесь 700. Ну, или вот бешеный рост у него был. Вот на этой свечке там 1000. То есть, ты начинаешь смотреть. 10 долларов, там 1000 долларов. Против индекса, который примерно около нуля. И в любом случае, начинаешь искать возможности. Вот каким способом можно поучаствовать в этих движениях. То есть, короче говоря, вольно-невольно. Вот я сам, как человек, работающий на фондовом рынке. Я начинаю уже задавать себе вопрос. Как мне повысить эффективность? И таким образом я начал заниматься крипторынком. То есть, я понимаю, что возможности должны быть использованы. И как следствие, хочешь не хочешь, а в сторону крипты смотришь. Понятное дело, что есть риск-менеджмент. Те, кто торгуют на фондовом рынке, это люди грамотные. Мы распределяем капитал, мы не заносим все деньги, естественно, на крипту. Это определенный капитал, которым мы готовы рисковать. Но, тем не менее, хочешь не хочешь, а эту тему начинаешь изучать. Так вот, что конкретно хочется сказать про ICO? То есть, понятное дело, что сначала крипта привлекает внимание. Что да, вот эфиры там с 10 долларов до 1000, 1400 максимум у него был. А РТС топчется на месте. Да, конечно, там хочешь и из РТС тоже взять определенную прибыль. Но при этом, ведь изначально-то фондовый рынок был рассчитан на то, что мы хотим заработать на росте. И плюс на фондовом рынке, каким образом мы еще торгуем? Мы знаем, что есть IPO. И плюс есть такие стратегии, как Pump and Dump. То есть, если вы не особо в курсе, то просто общая картина, что цена на акции накачивается. Ну, то есть, есть какая-то акция, как правило, относительно неизвестная. Ее начинают скупать, она растет бешеным образом. И потом сверху сбрасывают. Кто сбросить не успел, тот держит ее долго и упорно. И, ну, либо там, если высоко купил, то уже теряет деньги. То есть, такая стратегия достаточно рискованная, но на фондовом рынке она есть, ее используют. И вот, ICO, по сути, на крипторынке, что дает трейдеру, который торгует на фондовом рынке? ICO – это аналог вот этого самого IPO. То есть, мы знаем, что есть IPO, когда компания проходит определенный процесс и акции начинают торговаться на бирже. И мы хотим, ну, как правило, если компания хорошая, мы хотим поучаствовать в IPO, купить акции и, соответственно, заработать. Но, зачастую бывает так, что этот процесс долгий, там тоже аналитика очень долго идет. И мы в итоге, купив акции, ну, там, достаточно длительное время, ну, если не сразу пошел рост, да, мы вынуждены их держать. Но ICO, что сделала? То есть, что сделал крипторынок, да? Фактически, ICO – это аналог IPO на крипторынке. То есть, есть некий процесс, в результате которого появляется новая монета. И, ну, то же самое, как вот на рынке акций появляется акция, торгующаяся на бирже, то здесь появляется новая монета, торгующаяся на бирже. Ну, как правило, она торгуется на бирже. Лучше участвовать в тех ICO, после которых будет монета торговаться на бирже, чтобы можно было ее продать при желании. И вот ICO сделала так, что вот в результате этого процесса выходит новая монета. И это то же самое, как на рынке акций IPO, только это быстрее. Для компаний, которые проводят ICO, это, ну, более такой дешевый процесс. И этих ICO достаточно много. То есть, получился такой эффект, что крипторынок сейчас находится в тренде восходящем. И вот эти ICO, аналог IPO, постоянно появляются. То есть, постоянно какие-то компании выходят на ICO, то есть, предлагают свои монеты, и мы можем их купить. Понятное дело, что, как и на фондовом рынке, здесь можно купить монету, которая упадет. Здесь нужна аналитика. Но мы сейчас даже на этом пока не фокусируемся. Мы просто говорим о том, что крипта сделала так, что помимо вот этого роста, который присутствует, как мы посмотрели, допустим, на эфире, других криптовалютах, она еще начинает конкурировать с фондовым рынком тем, что дает возможность использовать тот механизм, который на фондовом рынке является дорогим, долгим. И не так много там происходит этих IPO. Про российский рынок вообще говорить нечего. Так вот, здесь на крипте это стало происходить достаточно часто, но относительно дешево для компаний и достаточно просто. Понятное дело, что пока еще рынок имеет определенный... То есть, он молодой, он имеет определенные тенденции к регулированию. Его еще, так скажем, не зарегулировали как фондовый рынок, хотя к этому идет. Но вот сейчас, пока он такой, что начинает конкурировать серьезно с фондовым рынком, по части вот эти IPO, ICO, или там пампа-дамп на фондовом рынке, ICO на крипторынке. То есть, получается, что мы с вами покупаем некий актив. Как правило, ну, то есть, тоже не для кого не секрет, что на IPO выходят разные компании. И кто-то из них действительно предлагает хороший продукт, а кто-то просто предлагает какой-то продукт, чтобы только собрать деньги. И вот так же, как в памп-дампе, выходит компания на рынок, ее стараются загнать наверх, чтобы продать, чтобы просто тупо заработать, неважно там, чем занимается компания. Точно так же и здесь выходит новая монета, и трейдерам криптовалютным им абсолютно порой наплевать, что эта компания делает. Они покупают эту монету, они зарабатывают на этом росте, который возникает. Ну, как правило, в самом начале есть ажиотаж. И потом просто скидывают эту монету, им абсолютно наплевать, что происходит дальше. Вот здесь тоже хочу привести один пример. Это только всего лишь один из примеров. Естественно, очень много можно об этом говорить. Вот такой тикер ZRX. Тут нужно смотреть самое начало. Ну, в принципе, так давайте вот мы на CoinMarketCap посмотрим. Тоже вышла монета на рынок. И давайте посмотрим на график, который она вырисовывает. Вот. Цена в долларах. Изначально... Вот линейную шкалу включу. Вот изначально монета появляется. И обратите внимание, что трейдерам... Ну, пока не будем лезть в детали этого проекта, что именно он делает. Трейдерам просто нужно загнать ее наверх. Тоже такой аналогичный Pump&Dump стиль. Вот здесь монета стоит... Давайте посмотрим точное значение. Там 0,1. Округлимо 0,11. Ну, 0,1. 0,1 доллара. А вот здесь ее уже загоняют до уровня 0,5. Видите, 0,53. Давайте округлим. 0,5. То есть рост в 5 раз. После чего начинается просто вот такое блуждание вбок. Причем, обратите внимание, это движение... Вот у нас тут 17 августа. А вот здесь 20. То есть за 3 дня они загоняют монету на рост в 5 раз. И потом успокаиваются. Обратите внимание, что дальше происходит. Дальше происходит естественное рыночное движение. Сначала проект замедляется. То есть люди начинают разбираться. А что же такое за проект? Сначала просто вот резкий рост. Все заработали. Кто в теме, да? Кто уже скинул монеты по 0,3, по 0,4, по 0,5. Дальше люди начинают разбираться. Идет процесс отката. Идет боковик. Проект развивается. И потом уже дальше идет фактически реальная оценка проекта. Уже идут реальные инвестиции. Дальше она вырастает 0,6, 18 декабря. И если вот еще дальше вперед посмотреть, то уже рост уходит на 2,4 доллара. И потом идет коррекция. Ну, сейчас вот там в районе, давайте скажем, полтора доллара. То есть вот такие интересные фазы. То есть тот, кто участвовал в ICO, тому хотелось взять вот этот кусочек. Купить по 0,1, продать по 0,3-0,5. Понятное дело, что мы не знаем где. Но классические значения риск-менеджмента. Там 1 к 2, 1 к 3, к 4. То есть 1 к 3 уже трейдер берет. Ну, если он, так скажем, настроен чисто спекулятивно. И все. Дальше блуждание. Оценка реального проекта. Если он что-то собой представляет, он вырастает дальше. Если не представляет, он уходит в 0. Ну, как это происходит с акциями. И если проект представляет, он дает уже действительно серьезный рост. Ну, и фактически с августа, кто подождал до января 2018, допустим, то уже эти люди получили прибыль значительно больше. То есть вот здесь спекулятивная прибыль, а это уже инвестиционная прибыль. Это уже то, что мы хотим от фондового рынка с точки зрения долгосрочного роста. Купить по 0.1, потом продать, допустим, по 2 доллара и получить серьезную прибыль. Спекулянты просто хотят купить по 0.1, вот здесь продать по 0.3, 0.4 и уйти с рынка. То есть вот за счет ICO, за счет вообще вот этих возможностей, этих движений, крипторынок серьезно начинает конкурировать с фондовым рынком. То есть хочешь, не хочешь, торгую на фондовом рынке, как сейчас это основной рынок для работы у тех трейдеров, которые хотят работать, так скажем, на российском рынке, то есть именно в регулируемом поле, в нашей, так скажем, юрисдикции, то вот мы работаем с этим рынком и в любом случае вот крипторынок через ICO, через вот такие движения все равно наше внимание забирает. В том плане, что и спекулятивная прибыль в начале, после ICO появляется, когда еще толком никто не понимает, что за проект, какое у него будущее. Только предполагают. И уже следующая инвестиционная прибыль, которая получается, когда тренд уже идет и когда монета реально растет. Вот таким образом я хотел провести, ну, небольшой такой вот сравнительный анализ даже, может быть не сравнительный скорее, а вот просто как дополнение то, что крипторынок с его возможностями ICO дает то, что нам так хочется и, собственно, то, ради чего мы идем на фондовый рынок. То есть рынок ICO и крипторынок, парадоксально, да, дает то, что мы ждем от фондового рынка. То есть дает рост этих монет, этих криптовалют, пусть да, с коррекциями, но тем не менее он есть. И он дает возможность ICO, то есть то, что на российском рынке вот через IPO мы вообще, считайте с вами, ну, там, редко нас рынок этим балует, да, на американском рынке почаще, но там уже своя динамика, там, как мы говорим, это дольше, это сложнее и так далее. ICO вот и крипторынок дают какую-то, знаете, такую интересную скорость вот во всем этом развитии, и развитии цены, и самом инвестировании. И таким образом крипторынок, он как будто бы дополняет, он как будто, знаете, вот смотрит на вот эти классические финансовые рынки и говорит, ребята, вот вы там, мол, торгуете, это хорошо, но вспомните, как все начиналось, то есть ради чего этот рынок, да, то есть мы же хотим инвестиционного роста, мы хотим спекулятивного роста, мы хотим на ICO, или там, на IPO вложить, получить быструю прибыль, а в итоге, как вы вспомните, ВТБ, да, то есть вкладываются люди, потом годами ждут, чтобы оно отросло только хотя бы к уровням IPO. То есть рынок ICO дает то, что нам как раз хочется получить, в принципе, на рынке, неважно каком, инвестиционный, спекулятивный прибыль. Ну, на этом данное видео заканчиваю, я надеюсь, что оно было для вас полезно, может быть, кто-то уже интересуется криптовалютой, кто-то, может быть, думает интересоваться, не интересоваться, она настолько сейчас новым направлением является, что когда она станет уже, так скажем, как классический финансовый рынок, всем известно, все будут торговать, мы уже, те люди, которые, так скажем, пораньше начали, мы уже будем в теме, то есть хочешь, не хочешь, а вот эти возможности дополнительные, они сейчас появляются, поэтому вот как такой небольшой вот сравнительный анализ IPO, ICO, фондовый рынок, крипторынок, вот хотел тоже провести, показать, каким образом это можно сравнить, и какие дополнительные возможности получить, если вы работаете на фондовом рынке. Ну, в любом случае, желаю вам прибыли на фондовом рынке, на срочном рынке, где вы торгуете, если занимаетесь крипторынком, значит, на крипторынке, то есть желаю, чтобы ваши инвестиции приносили вам прибыль, ну и, конечно, до встречи в следующих видео, с вами был Дмитрий Слепцов, пока!